Всем привет! С вами Ольга Чернова и сегодня я еще раз отвечу на некоторые ваши вопросы. Так как сейчас уже начались посевы, подготовка семян, то отвечать буду быстро-быстро. Мне сказали, что никакие благодарности не читать. Ну вот приходит сообщение, молодец, ваша информация мне нравится, что читать только вопросы, иначе все это затягивается. Я сейчас пробегусь и отвечать буду больше на негативные комментарии и на какие-нибудь смешные. Вот эти вот, которые сразу пролистываю, что видео понравилось, все хорошо, много узнала. Так. Сталкивался. Вот пишут, заморочила чайников капитально. Ну а как вы хотите, для того, чтобы все узнать, вот поэтому я все рассказываю очень подробно и по несколько раз. Некоторые даже пишут такие гневные комментарии. Зачем так длинно, зачем так нудно? В каждой местности есть средние сроки посева, от этого надо плясать. Но это знают уже опытные, а начинающие они вообще ничего. Есть вот человек, первый раз ступил на землю, в огород. Вот, и он вообще ничего не знает. Вы обижаетесь, что для кого вы это пишете? Вот для таких. Пишут, вы с какого города, когда будете сеять? С какого города? Я отвечала уже много раз. И все это было сто раз сказано. Могли бы вы сделать одно видео выращивания томатов от А до Я. У вас много видео, приходится отматывать. Уходит на это много времени, это неудобно. У меня тоже уходит много времени на то, что я снимаю видео. Одно видео не могу сделать по простой причине. Я не умею монтировать, я не знакома со всей этой. Я не профессиональный блогер. Я просто огородница, которая по ходу своей работы снимает, выкладываю людям, которым это нужно. Но если у вас нет времени на то, чтобы найти видео на канале, ну извините, нужно смотреть там, где все смонтировано, профессиональная съемка. Я пока не могу это вам дать. Так, это я все переживала. Ольга, подскажите, вы выращиваете в теплой грядке, как грядка расположена в отношении к сторонам света? Это про то, как вырастить много рассады на улице без теплицы. Нет, грядка не теплая и расположена она с юго-востока на северо-запад. Вот у нас как нарезаны участки, так она и расположена. Просто нашла первое попавшееся место, которое освещается с утра до вечера. Все. В каких числах вы высаживаете в теплицу? Это зависит от весны. Мы в сибирском регионе все смотрим по погоде. Тепло, если не ожидается заморозков, высаживаем. Если холодно, держим еще в лотках. Так. Привикур. Какой лучше использовать шприц про Привикур? Инсулиновый или обычный? Инсулиновый я пробовала. Привикур, он очень маслянистый. Инсулиновый шприц вы не наберете им. Он слишком тоненький, у него иголочка тоненькая. Лучше брать обычный и пошире иголку. Так, и как добавить? Полтора миллилитра на литр воды. Это рабочий раствор. Все эти видео есть. Вот эти вопросы задаются. Я даже удивляюсь, но все есть. И про то, как рабочую жидкость приготовить, и про эти шприцы все рассказано. Все, что вы рассказываете, это надо иметь обогреваемую теплицу. В апреле еще земля в Сибири мерзлая. Оля, а вы показываете свой урожай в теплицах или только видео уроки даете? Но это тоже очень странный вопрос, если вы находитесь на этом канале. Немного отмотайте назад. Летом все, все и теплицы, и грядки в огороде, все показано, все рассказано, все подробно. Вопросы очень странные. Так, про выращивание капусты. Вот пишет Едвига какая-то, может быть даже иностранка, потому что вопрос для Сибири очень странный. Почему у вас бортики отсутствуют на рядах и дорожки не вымощены? Почва под ногами. Обувь ведь будет в грязи. Вы считаете это необязательно? Экономите время и деньги или аккуратности не придаете значения? Лишь бы томатов побольше вырастить. Я сегодня смеялась с утра, когда прочитала этот комментарий. Едвига, наверное, даже не представляет, что я обувь не берегу, а хожу босиком в огороде. Мне не нужны мощеные дорожки. Может быть у нее и в огороде между грядками вымостила она эти дорожки, тротуарные или бетонные. Я заряжаюсь от земли, я все лето хожу босиком. Мы живем как в деревне. Я не экономлю ни времени, ни деньги. И аккуратность здесь вообще ни при чем. Вымощенная забетонированная дорога в теплице, это не значит, что вы аккуратный человек. Вообще. Такие вопросы, но лучше... Я вообще в шоке. Как это? Аккуратности не придаете значения, не забетонированные у меня дороги в огороде. Не знаю даже, как отвечать на такие вопросы. Я ничего не покрываю никакими бетонными плитками тротуарными в огороде, ни дорожки, ни в теплице. У меня везде только земля, грунт. Все. Грунт дышит. Я хожу по нему босиком. И обувь моя не будет в грязи. Если бы вы видели мой видеоролик за прошлый год, там видно, что я везде хожу босиком, везде отпечатки моих голых ног. Так. Подскажите, перец потом пересаживаете в индивидуальную коробочку? Перец не очень любит пересадку. Может, я ошибаюсь. Это вот про то, как я сею в лоток перец. Да, перец не очень любит пересадку, но у него выбора нет. После лотка я его все равно пересаживаю по стаканчикам. Или в теплицу распикировываю. Так. Делайте ссылки на видео, на которые ссылаетесь, чтобы не приходилось искать. Ну, извините, вам не хочется искать вот это видео. А мне тоже, чтобы сделать ссылку, это тоже надо поднимать прошлый год и искать. А так как я в день записываю по несколько роликов, это надо... У меня тоже время ценно. Если кому-то надо, вот все находят. Если у вас времени нет, ну, значит, пролесните дальше. Вопрос. Скажите, а если сейчас посадить как для теплицы? В теплице пересадить густо? А потом, когда будет тепло на улице, так как в теплице не так много будет ранее урожай, заранее спасибо. Я не поняла. Сейчас посадить как для теплицы? В теплице пересадить густо, а потом... А, потом на улицу. Да, конечно, можно. Я так делала. Так выращивается рассада вот для продажи. Сейчас можно перец посеять густо. Потом распикировать в теплицу. Тоже густо, загущено. Ну, как именно. Не как на постоянное место, а как для выращивания рассады. А потом в теплый период высадить на улицу. Да, да, это работает. Можно так. Вот пишет аватар, не знаю, какая это. Сявка драная называется. А что так рано? 130 дней до сбора орожая. Это посадка, март не раньше. Это вот про то, что сеем перец сейчас. Когда я снимала это видео, я специально сказала, что я сею маленькую-маленькую минимальную партию для получения раннего урожая и в теплице. А если посадка март не раньше, я посею перец. В апреле я уже высаживаю в теплице. Он будет очень маленький. Он будет с одним настоящим листком. И вообще, если я посею в марте, он у меня может и не весь вызреть. У нас Сибирь. Можно ли пикировать по два перца в стакан? Я так не делаю, потому что все-таки он у меня стоит в стакане долго. Питания два в стаканчике будет мало. А потом, как их разъединять? Придется повреждать всю эту корневую систему. Ну, тут какой-то тихий ум пишет. Конечно, замерзнут, потому что тут полный бред несут. Ну, не знаю я, что-то не сказали. Кому кажется, что это бред, но у всех есть выбор. Пожалуйста, можно перейти на другой канал, посмотреть там, где не бред, там, где все по правилам снято. А мне жалко дырявить ящички и подоконник будет грязный. Вот когда человек начинает, хочет что-то вырастить в земле и боится, что что-то у него замажется и спачкается, это тоже очень странно. Конечно, если как землю считать грязью, то, наверное, выращивать вообще не надо браться. Но есть же какие-то поддоны, можно что-то постелить. Люди вот устилают клеенку, листы в противень ставят, чтобы стекало туда. Ну, всегда что-то вы измажете, конечно, это же земля. Здравствуйте, вы высаживаете рассаду в теплицу. Помидоры, перцы, баклажаны. Вот этот вопрос я тоже не поняла. Конечно, высаживаем. Ищу томаты, факел есть у вас или нет. Оля, я каждый год так рано сею и рано едим. Люди знакомые не верят, так же возмущаются. Но когда видят результат, сожалеют, что упустили возможность. Потому что я не знаю, почему-то люди так возмущаются, что я рано сею и начинается. Вы что тут за бред? Да у вас все замерзнет, у вас все погибнет. В прошлом году всю весну читала эти комментарии. Я не знаю, зачем, но если вы думаете, что замерзнет, не обязательно об этом мне писать и говорить, убеждать меня, что обязательно все замерзнет. Прошлогоднее видео можно посмотреть. Так, дырочки делали в лотках? Если да, то на какие поддоны вы их ставите? Видео посмотрите, как тару готовлю. Там и про поддоны, и про дырочки все сказано. Я бы вот хотела дать такой совет, что если вы посмотрели единственное видео на моем канале, и у вас возник какой-то вопрос, пожалуйста, вы поищите ответ на этом же канале. Вот с прошлого года, с зимы, посмотрите за год. Там почти на каждый ваш вопрос, я уверена, вы найдете ответ. Будем искать... Вчера я искала Настеньку, не нашла, три магазина. Настенька это сибирский сорт, он, возможно, в других регионах не очень часто встречается. У нас он и то редко так дальше, тепличные. Этот препарат только для тепличных, для открытого грунта. Это про привикур. Он для любых. Привикур это универсальное средство. Я про него снимала специальное видео, где рассказано, что он универсальный. Он для всего. Так, первый раз. Тут вот люди, которые, да, тоже смотрят и вспоминают, как сами боролись в теплице. Так. Вот пишет Валентина Бубин. Недавно познакомилась с вашим каналом, подписалась, изучаю вашу информацию. Спасибо познавательно, много не знала. Но одна просьба маленькая. Жалейте наше время, много слов. Сегодня информацию можно сделать в два раза короче. И у вас рейтинг будет выше. Я вот здесь смеюсь, угораю. Девушка, я в таком возрасте и живу в таком провинциальном маленьком городе, что вот это слово рейтинг, для меня это, знаете, пустой слов. Какой рейтинг? Для чего он мне нужен? У меня впереди не так много времени, чтобы мне нарабатывать свой рейтинг. И для этого как-то менять ролики. Я вот как снимаю похода. Я что хочу рассказать, то и рассказываю. Я никогда не думаю, что какое слово вставить, чтобы рейтинг у меня был выше. Для чего он мне нужен? А то до конца и досмотреть не получится. Но если у кого не получится, значит тому не надо. Только без обид. Я хотела как лучше в наше стремительное время расточать его непозволительная роскошь. Но если у вас нет времени на изучение, на подробное. Я ведь всегда предупреждаю, что это для начинающих. И многие говорят, что спасибо наоборот, что все так подробно, что-то вот до мелочей, вот такие вот все подробности. Вот пишут, ей же пишут, Валентина Бубина, извините, конечно, но выражение «жалейте наше время» это уже наглость. Но действительно, как «жалейте наше время»? Если вы хотите пожалеть свое время, ну выключите вы этот ролик, не смотрите. Я от этого мой рейтинг никуда не дену. Я вообще не знаю, что такое рейтинг. Вот, например, «мой именно» и зачем он мне нужен. Я сажу и сажу, рассказываю, как это, как чукча. Лесом еду, лес пою. Вот что делаю, а то мы пою. Перец горький сеять нужно раньше или позже, чем сладкий? Обычно сеют раньше. Все, что надо для начинающих. Лишнее слово полезное, как дождинка в сухое лето. Вот видите, вот это как раз ответ Валентине Бубин. Вам время жалко. А вот начинающий, который только начал, он каждое слово ловит. Ему, может быть, еще 2-3 раза надо будет повторить эту же тему. Вот опять про несостыковки, что в прошлых роликах вы говорили о том, что не все перцы успели в погодных условиях вызреть. Вызрели те, которые вы раньше посадили. Вот и думаю, что делать... Это все зависит от лета. Вот в прошлом году, если бы у нас не было морозов, таких вот, вот этих вот, как запоздалые высадки, то все было бы нормально. Но в прошлом году у нас было так поздно, вот началось лето, что действительно не вызрели перцы, которые я посеяла попозже. Если бы был год нормальный, все бы было прекрасно. Вы делаете корректировки тоже. У меня сибирский регион. И регион, и климат, и все. И вот уже не знаешь, вот и пишите, получается очередной эксперимент. Да вот эта вся огородная жизнь, вся вот эта садовая история, это полностью эксперимент. От первого дня и до последнего. Вот, да, в какой-то год по правилам все сделаешь, погода подведет и ничего не получится. А в какой-то год на свой страх и риск все правила нарушишь. Как попало, посеешь и получишь ошеломляющий результат. Никто не знает весной, чего он получит осенью от огорода. Спасибо. Ольга называется, разжевала, в рот положила, осталось только проглотить и переварить. Вот видите, а кому-то нравятся вот эти длинные, подробные. Так. Подскажите, пожалуйста, как правильно называется сорт Настенька или Настюша? Я просмотрела видео, там этикетки написаны Настюша. Вот смотрите, Ира, я вам сейчас объясню. У нас вот этот сорт, есть Настенька, есть Настюша, есть Настена. Они почти все одинаковые, вот разницы я в них не вижу. Почему, я вот в прошлом году уже на эту тему разговаривала, почему разные наименования, наверное, скорее всего, все-таки, это из-за авторского права на название, это я так решила, не знаю, может быть, это только мое мнение. Потому что, если кто Настеньку придумал, он уже не, как, он уже другим не разрешает, может быть, под этим названием, авторский, ну, короче, издавать это же. Этот же сорт продают такой же, назвали Настюша и продают. Считается, как другой сорт, но это тот же самый. Вот я садила и Настеньку, и Настену, и Настюшу, почему-то они все одинаковые. Вот я заподозрила, что это один и тот же сорт. Вот у меня изначально, много-много лет назад, была куплена именно Настенька. Потом я пробовала Настюшу, она такая же. Есть ли у вас видео, где вы показываете, как правильно делать посынкование, конечно, его можно найти в летний период, в прошлого года. Отмотайте все. Тут ползущие томаты, как расползаются по грунту, или разлетление ствола многократное. Они, вот как от центрального ствола, несколько, там 10-12, и в разные стороны, как лучики, расползаются, и все. Я не поняла, как многократное. Вы имеете в виду, что один пасынок еще разлетвляется, я даже не знаю, я не обращала внимания, я знаю, что они в разные стороны, как лучами расходятся, и все. Как раз ответили на мой вопрос. Но все время уже, потому что люди недовольны, когда очень длинный вот этот ролик с ответами на вопросы, вы понимаете, что сейчас я в цейтноте нахожусь, у меня и посевы, и еще последние заказы. Так, так. Мне случайно попало созвездие рыбы. Написано, что прошлый год был холодный, но многие сорта дали плохой результат, но рыбу меня не подвели. Вот это про то, что, про знаки зодиака. Вот и про эту тему, вот как вырастить много рассады на продажу без теплицы. Многие пишут, продолжайте снимать, интересная тема. Многие говорят, что вы Америку не открыли, что этим способом пользуются многие, зачем рассказывать то, о чем уже известно. А некоторые тут же говорят, что как хорошо, что вы это написали, мы об этом вообще еще ничего не знали. Вы понимаете, что ведь люди все разные, и у нас у каждого разный опыт и разный объем информации о растениях. Вот пишет Светлана, не знаю, где живете, но для меня, я живу в Подмосковье, это пройденный этап. Мы так сажаем лет 30, Америку вы не открыли. Тут же пишут, что это видео, следующий, Сергей, это видео, прежде всего, для новичков, кем бы вы ни были в свое время, также искали когда-то полезную информацию. Вот вы выращиваете так 30 лет, а человек, может быть, в этом году вот только вышел на огород, я уже повторяю, что и он не про этот метод выращивания, не про что вообще ничего не знает. Для него эта информация новая. Если вы 30 лет этим занимаетесь, ну вы можете не смотреть этот ролик, ну тут же нет принуждения. Я не издаю законы ведения вот этого огородного всего хозяйства. Я не говорю, что делайте вот так, это мой метод. Каждый человек смотрит и выбирает то, что ему нравится. Вот опять, такую элементарщину объясняете, совершенно непонятно зачем. Причем настолько путано. Нужен очередной ролик для рейтинга, а говорить не о чем. Ну я на эту тему уже говорила, что про ваши рейтинги, вы, если о них так сильно печетесь, не знаю, может быть, вы сами пытаетесь какой-то, вам нужен рейтинг, мне он не нужен. И говорю я так, как это, элементарщину, как говорится. Для вас это элементарщина, а для начинающих огородников это вот самые азы, вот кто только делает первые шаги, для них это необходимо. Ну, всегда говорю, что для начинающих. Такие комментарии, вот, я считаю, что это даже некорректно по отношению к тем, кто только начинает, и кто пишет, что нам это нужно. Объясните поподробнее. Тут же человек заходит, вот так руки в боки. Вот такая элементарщина. А вы когда-то с чего-то тоже начинали? Или вы родились сразу такой умный, и знающий все, и про рейтинг, и про огород, про все? Она же пишет, блин, как все бестолково, даты посева, даты высадки. Неужели не понятно, что прежде чем говорить, нужно знать, в каком регионе вы это проделываете? Ну, мои подписчики почти все знают, что я живу в сибирском регионе. Я говорю это почти в каждом видеоролике. Если для вас эта информация недоступна, и вы так и не можете понять, в каком это регионе, я вот специально вам говорю, что я все это проделываю в Сибири. Неужели нельзя проще? Сколько лишний болтовни ужас. Но это явно люди, которым не нужны вот такие. Он же пишет, ё-моё, что вы несете? Это вот про выращивание на улице рассады. Я несу то, что делаю. Вот как я говорила, как Чукча. Лесом еду, лес пою. Вот я выращиваю так рассаду. Я рассказываю новичкам, начинающим, как можно выращивать рассаду. Все, на этом я закончу. Вот на этом оптимистическом комментарии Сергея Чудного. Ё-моё, что вы несете? Несу. А, несла, несу. И буду нести дальше. На пользу людям. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Подняла хоть настроение с утра, почитала комментарии про бред, про ё-моё. Ну, ё-моё, это не культурное выражение. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!